Цирковое прошлое вкупе с познаниями в компьютерной сфере для Светланы Буториной стали первой ступенью на пути к счастью детей. Она больничная клоунесса. Рядом с ней такие же харизматичные и неравнодушные люди. Тренируются еженедельно. Ну, сейчас, как бы у меня появилось свободное время, я решила этим заняться вместе с Дамиром. Как-то нашла его в социальных сетях. Что еще? Наверное, пока я не входила в больницу, я уже к этому практически готова. А вот Константин Седов ходил в гости к детям. И не раз. Он главный больничный клоун страны, основатель этого движения. Приехал в Ярославль, чтобы провести урок для серебряных волонтеров и их юных коллег. Упор в основном на актерское мастерство, гибкость и телесное внимание – главные качества шутов. Раз, два, три, кидай! Еще раз снизу, туда! Большую роль играет и умение взаимодействовать. В больницах работа в паре. И импровизация. Нужно уметь арендироваться. Вообразить, как в тебя летит снежный ком и отыграть итог броска – еще одно задание. Цель больничной клоунады – улучшить качество жизни особенных детей, проходящих лечение. В Ярославле сторонниками движения стали уже десятки человек, а в России – тысячи. Константин Седов не успевает давать мастер-классы. Мы клоунов не учим, не ломаем и не шлифуем. Мы просто поддаем опыт свой, поддаем какие-то упражнения, и они так немножечко становятся такие, знаете, такие мягкие. И уже дальше они сами себя лепят, понимая, куда они ходят. Потому что вот обучение – это всего 30%, даже, ну, может, 40%. А 60% – это практика выхода в больницу, в больницу, в больницу, в дети, в дети, в дети. Их девиз – болезнь не должна отнимать детство, а повод для гордости – улыбка ребенка. Они ждут к себе в гости таких же жизнерадостных и ярких, чтобы из больничных палат больше не доносились слезы. Софья Кременецкая, Константин Дмитриев, День в событиях.